Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Запрет на рыбалку 2019 года в Ване с апреля по июль. В Нацаканян, Лавров и Мамедиаров встретились в Москве. В Ахалки-Алаке построят новый парк. Тема геноцида против армян была исключена в учебнике истории Сирии. Ситуация в Сирии. Степанагерти проходит чемпионат Арцахской футбольной лиги. 115 лет назад в этот день родился Аршил Горки. В озере Ван охота на тарех запрещена с 15 апреля по 15 июля в связи с сезоном размножения. Одна из важнейших ценностей Западной Армении. Рыба тарех – единственная рыба в озере Ван. Каждый год в Ваджише проходит фестиваль, посвященный этой рыбе. Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России завершилась в Москве. Встреча Зохра Памана Цаканяна, Эльмара Мамедиарова и Сергея Лаврова длилась около двух часов. После чего состоялась встреча с минской группой ОБСЕ. Встреча была закрыта и подробности пока неизвестны. Новый парк будет построен в Ахалки-Алаке на перекрестке улиц Агмашена-Бели и Ереванской улицы. Агван Абаджан из Ахалки-Алакского сервийского центра подал заявку на проекты «ЛАК» по строительству нового парка для жителей Ахалки-Алака. «ЛАК» поддержала эту идею, профинансирует этот проект. Сервисный центр Ахалки-Алаки вскоре объявит конкурс, а затем будут начаты работы по сооружению парка. По инициативе депутата парламента Сирии Норы Арисян, тема геноцида против армян включена в школьные учебники истории страны. Отметим, что депутат армянского происхождения парламента Сирии геноцидовед, историк доктор Нора Арисян поднимала данный вопрос в своих выступлениях в парламенте еще в 2017 году. После долгих обсуждений со специалистами, а также представления темы геноцида армян на специальном семинаре по разработке учебников истории в январе текущего года Центр решил включить темы, рассказывающие о геноциде против армян, в книги «Истории для последних классов» 2019-2020 учебного года. Регулярные обстрелы боевиков вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в западной части региона, привели к проблемам с электроснабжением в Алеппо. Согласно информации, восточные районы административного центра провинции оказались обесточены. Несмотря на это, во второй половине дня исламисты вновь нанесли удары по городу, что привело к гибели двух гражданских лиц и ранению еще семи человек. Также сообщалось о взрыве, организованном боевиками в квартале С-Сукари. Агентство новостей САНА Ньюс передавало, что жертвой случившегося стал ребенок. Над контролируемыми исламистами территориями на западе региона были замечены турецкие разведывательные самолеты. В Степанакерте по инициативе неправительственной организации Арцахская футбольная лига на республиканском стадионе имени Степана Шаумяна проходит шестой тур чемпионата Арцаха по футболу 2019 года. Об этом Арцахпрессу рассказал заместитель председателя футбольного клуба Лернаин Арцах Мгер Авенесян, добавив, что в турнире принимает участие 12 команд из столицы и регионов. Цель турнира – внести свой вклад в развитие футбола в футболе, расширить его популярность, выявить и улучшить лучших команд и спортсменов. За короткий промежуток времени мы смогли создать футбольные команды, которые интенсивно готовились к матчам. До сих пор все команды вышли на должный уровень и демонстрируют зрелищные игры, удовлетворяющие футбольных фанатов, добавил Авенесян. Аршил Горки родился в Западной Армении в селе Хургом в провинции Иван 15 апреля 1904 года. Скончался 21 июля 1948 года. Шерман, штат Коннектикут, США. Всемирно известный американо-армянский художник. Начальное образование получил в школах Хургома Ивана. В 1915 году семья, спасаясь от геноцида против армян, переехала в Ичмятин, а затем переехала в Ереван. Вастаник учится в епархиальном училище, где учатся рисованию и резьбе по дереву. В 1919 году умирает мать художника. Вастаник с сестрами перебирается в Тифлис, затем в Батуми. 1920 год они переехали в США. В 1922 году поступили в Бостонское училище живописи. В 1924 году переехал в Нью-Йорк. В 1924 году вастаник Адуян меняет имя на Аршил Горки. В 1933 году Аршил участвует в создании панно-фрески аэропорта Нью-Йорка. В 1939 году участвует в Нью-Йоркской всемирной выставке. Последний год жизни Горки был полон трагических событий. Сгорает мастерская Горки. Вместе с работами у художника обнаруживается рак. Он попадает в автокатастрофы и парализует руку. Лишается возможности рисовать, а жена покидает его, забрав с собой ребенка. В возрасте 44 лет Горки совершает самоубийство. Художественные эстетические формы Аршила Горки. Отголоски ярких воспоминаний его детства. Голубизна озера Ван, желтоватый песок и абрикосовый цвет. С духовными корнями он был связан с Арменией и армянским народом. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Таук Таук Таук. Карин Таук 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!